По канализационным трубам наружу и по наклону обратно в дом. Так можно описать проблему, с которой столкнулись жители дома 138 по улице Лермонтова в Якутске. Решить ее не помогли обращения в управляющую компанию. С просьбой разобраться в сложившейся ситуации, жильцы обратились на горячую линию нашего телеканала. С проблемой жильцы дома столкнулись еще 19 сентября. Засорился канализационный колодец. Проблему усугубило то, что он находится чуть выше, чем сам дом. Из-за этого фекальные воды по наклону начали возвращаться обратно. Добавил засор проблем и жильцам первых этажей. Соседи сверху сливают, бежит все в дом, все в квартиру. Мы с соседями скажем, чтобы не сливали. Все, они перестали сливать. Сантехников вызвали, они сказали, что подъедут. Но так никого и не было. 24-го утром пришли, посмотрели, сказали, что вам нужно откачивать колодец. Нужен водоканал. Говорят, мы передадим и приедем, прочистим. Но за два дня работники водоканала, по словам жильцов, так и не появились. Это подтверждает и колодец, который сегодняшним утром все так же был переполнен. Мы решили сами поинтересоваться, поступала ли заявка. В водоканале ответили, что нет. Однако в управляющей компании Юнион, которая обслуживает дом, утверждают, что заявку все же передавали. Более того, сообщили номер этой заявки, когда и кто ее принял в диспетчерской. Также сотрудники управляющей компании доходчиво объяснили, что же делать, а точнее, куда обращаться с жителем деревянных домов в подобных ситуациях. У каждого собственника должен быть договор с ресурсоснабжающей организацией. То есть при наличии течи на каких-то внешних трассах, то есть любой железо, даже любой просто горожанин города Якутска может пройти и подать заявку, и должен подать заявку в водоканал. То есть мы со своей стороны тоже, когда обнаружим, все это передаем. Плюс вдобавок у АО «Водоканал» есть своя диспетчерская служба, которая должна проверять, соответственно, работоспособность своих систем и реагировать на все вызова. Но что же с колодцем? Нашли звонок или все же поданная заявка? Дали о себе знать. Мы связались с жильцами дома ближе к вечеру, и они сообщили, что проблему с колодцем работники водоканала устранили. Павел Танин, Владимир Таюрский, НВК «Саха», Якутск.